Итак, друзья, всем привет! Компания Microsoft представила новый Paint для Windows 11, давайте на него посмотрим. Если коротко, то, конечно же, изменилась в основном внешняя часть. И, по сути, дизайн поменялся, и он стал действительно современнее и новее, потому что вот старый Paint, он, по-моему, не меняется чуть ли не с Windows XP, а, возможно, с Windows 7, ну, по-моему, с Windows XP. Итак, друзья, значит, давайте посмотрим. В августе Microsoft выпустила целую серию тизеров обновленных приложений для Windows 1. Среди новых были ножницы, фотографии и графический редактор Paint. И вот, наконец, обновленный Paint доступен для тестирования на канале Dev, или Dew, или я не знаю, как прочитать. Программа предварительной оценки Windows Cider. При описании новой интеграции Paint Microsoft использует термин «современный вариант классического приложения». Вот как выглядит современный вариант классического приложения. Все просто перерисовано, все те же элементы, по сути, на тех же местах, просто изменилась внешняя сторона. И это неплохо, но, соответственно, это не особо хорошо. Значит, при описании, ну, вот так. И эта фраза хорошо характеризует реализованные изменения. В Windows 11 приложение Paint впервые за долгое время подвергается качественному визуальному обновлению. Еще к релизу Windows 8 Microsoft переработал многие приложения, таких как Paint. После чего больше не уделяло им внимания. Друзья, я что-то, честно, не понимаю. Не помню, чтобы в Windows 8 Paint вообще хоть чем-то отличался от версии в Windows 7. Интерфейсе обновленного Paint преобладают закругленные углы. Это очень, это все меняет, друзья. И элементы дизайна Мика. Но на этом Microsoft не остановились. Приложение получило новую панель инструментов и совершенно новые иконки. Это, конечно же, блин, новые иконки. Новые, блин, это вот просто все меняет. Для выбора цвета теперь используются цветовые круги вместо цветовых палитр. Также, то есть, квадратики поменялись на кружочки. Также добавлено новое выдающееся меню, например, для выбора кисти. Вот так выглядит. Наконец, в Paint для Windows 1 представлен новый текстовый инструмент, который упрощает редактирование текста. Ну, это уже что-то новое, действительно. Новый Paint доступен для пользователей Windows 1 на канале Due или Dev программы предварительной оценки Windows. Также можно с уверенностью говорить, что приложение останется в предварительной версии, когда 5 октября 2021 года выйдет Windows 1. До релиза остается меньше недели. И это очень короткий период для того, чтобы пройти через канал Beta и Release Preview. Однако, вам не придется ждать обновления функций. По завершению тестирования новый Paint должен быть доступен в виде обновления для существующих приложений через Microsoft Store. Сейчас Microsoft больше не выпускает обновления встроенных приложений и полностью сосредоточен на официальном выпуске Windows 1, до которого остаются считанные дни. Друзья, ну что ж, посмотрим, будет ли новый Paint в версии Windows 5 октября, хотя я сомневаюсь. И сейчас, по крайней мере, Paint старый, друзья. Paint старый, я вам сейчас это покажу. Paint, вон, смотрите, абсолютно ничем не отличается. Друзья, ну вот, собственно, и все. Я не знаю еще, что добавить. Значит, ссылка на статью, как всегда, будет в описании. Всего доброго, всем пока, до свидания.